Обмеление Аби, естественные природные циклы или все же аномалия? Речники говорят, что сегодняшний уровень воды больше похож на зимние показатели, но не как на конец августа. Хотя директор Барнаульского речного порта Александр Круг вспоминает, бывали времена и похуже. Были года полноводные, были года, когда вообще вода, метр держался до самой зимы, и на метре мы как бы замерзали. А вот последние годы, вот два, три, три года может быть, уровни вот такие. Я не могу сказать, что это как бы аномально или это, ну, ближе к аномалии. Но, скорее всего, это вот именно такая циклечность. Вода стабильно держится вот на этих уровнях. В целом навигация сильно зависит от того, сколько осадков выпадает зимой. В этом году с осадками не повезло. При таком аномальном раскладе пассажирские теплоходы и баржи с грузами могут сесть на мель в любой момент. Чтобы этого не допустить, в регионе продолжают углублять дно Аби. Сейчас в крае находится пять земснарядов. Мы берем со дна песок, ну, перекладываем, грубо говоря, его с одного места на другое. То есть за счет главного двигателя, главной помпы, мы удаляем песок со дна в том месте, где нужно углубить, и перекладываем его в то место так, чтобы куда-то вода шла в ту русскую, куда нам нужно. По гидрологии ситуация как бы критическая в этом году. У нас аномальная низкая водность. Приточность составляет в среднем в нашей реке, где ходит флот, 58% от нормы. Соответственно, у нас добавилась работа. На сегодняшний день объем углубительных работ составляет 1 миллион 200 тысяч кубических метров уже выполненных работ в Алтайском крае. Осталось у нас от плана 150 тысяч. Пока обмеление Аби, как это ни странно, не повлияло на количество перевозок. Так, грузовой флот доставил уже более 800 тысяч тонн. Это более 80% от запланированного объема. Впереди еще два месяца навигации. А что касается прогулочных рейсов, их, вопреки ожиданиям, не закрыли раньше срока. У жителей Барнаула и всего Алтайского края есть еще две недели, чтобы прогуляться по Аби, отметить здесь свою свадьбу или день рождения. Ну а 10 сентября сезон будет закрыт до следующей весны. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.